Яркие фасады домов Ленинска-Кузнецкого прямо-таки кричат о недавнем ремонте, а новенькие бортики балконов лишь это подтверждают. Но прежде чем выбирать, какие цвета раскрасить Ленинск, первое, что сделали городские архитекторы, объехали весь город и посчитали, какого цвета в городе больше. Выяснилось, что рекордсменами оказались два – серый и грязно-желтый. Более того, опрос жителей показал, что подавляющее большинство воспринимает город только в сером цвете. При всех своих достоинствах этот тон плох тем, что вызывает в людях лишь безразличие и скуку. Более того, визуально однообразность городов является одним из факторов, провоцирующих так называемый синдром мегаполиса. Цвет выбрали наши художники-архитекторы, так скажем. Это самый оптимальный цвет для нашего города. Все-таки мы живем в шахтерском городе, есть пыль сажа. И он, ну, поверьте мне, что с годами вы поймете, и уважаемые наши горожане поймут, что это самый практичный цвет. Он и не яркий, и не бросается в глаза, он не маркий, и он будет стоять долго-долго лет вот именно в том виде, в котором есть. Кстати, по эмоциональному восприятию далеко не все цвета благотворно влияют на организм. Так красный цвет, хоть и теплый, раздражает и нервирует. А вот зеленый, синий, фиолетовый – цвета холодные. Но в плане эмоционального настроения вызывают спокойствие и уравновешенность. Все оттенки коричневого характерны для увлекающихся и влюбчивых людей. В общем, город решили раскрасить в цвета, вызывающие только положительные эмоции. На сегодняшний день из 109 фасадов приобрели новый внешний вид – 92. Со стороны Кемерово заезжаем. По трассе первой категории есть город просматривается, но вид совсем другой. Либо бы у нас они стояли, какие-то серо-голубые, ну, страшненькие, честно скажем. Сейчас все-таки преображается. Кроме того, колористическое решение должно быть единым и гармонировать с цветом уже имеющихся отделочных материалов собственников помещений на первых этажах. Поэтому при разработке цвета учитывались и интересы предпринимателей. Ремонтируют фасады с трех сторон. К сожалению, чтобы полностью обновить дом, пока средств в городском бюджете не хватает. Внутри домовые территории будем проводить потом собрание собственников жильцов и принимать решения по окраске. По крайней мере, мы сейчас уже поняли, что это можно делать, что это нужно делать. И в дальнейшем, в следующий год, в последующие годы мы, я планирую, по крайней мере, покрасить, привести порядок фасады всех домов со всех четырех сторон.